Как Ванька с духами договаривался Для того, чтобы описать Ваныча, много слов не потребуется Чуть выше среднего роста, поджарый, взгляд с хитрым прищуром В общем, девкам такие нравятся Эдакий вечный лейтенант, коим он и являлся У таких людей, как Ванька, не бывает промежуточных состояний Ты либо друг, либо враг Ну и, конечно же, Ванька всегда за любой кипиш, кроме голодовки А еще он заядлый рыбак Ну и, конечно же, как всякий рыбак, Ванька был безусловным философом Его естественной реакцией на любые аномальные проявления была фраза О, у нас в армии и не такое бывало В общем, с таким вот Ванькой я и приехал на перекресток В первый день нам было особо не до рыбалок Пока лагерь поставили, то да сё, в общем, выдохлись Ну а на второй день Ванька чуть ли не с утра подходит ко мне такой и говорит Ну, давай показывай, что у нас тут где? У нас, про себя подумал я И про себя же усмехнулся Ну, у нас так у нас И повел я его на ручей испытаний Да-да, тот самый, о котором я уже много раз рассказывал Ну мы идем, а я думаю Сейчас увидишь ты, что тут у нас Дури-то молодецкой точно поубавится Дури не убавилось В общем, пришли мы к истоку ручья Я Ваньке и говорю Давай, ты иди по правому берегу А я пойду по левому Ну и внизу встретимся Ну а он весь такой вижу Уже в азарте Ну как же рыбалка Удочку по-быстрому разобрал И попер, как лось Я ему вдогонку, мол Ты на ручье-то хоть раз ловил А он только рукой махнул Мол, да разберусь, я чё, маленький, что ли? Ну а я тем временем Не спеша, степенно, как положено Уже где-то к середине ручья Под сумок-то рыбы и набил Не сказать, чтоб особо крупный Но на жареху или уху самое то В принципе-то на первый раз и хватит Но идти пришлось до самого конца Потому как на бурном течении У Ваньки ловить не получалось И он ускакал куда-то далеко вперед Так я дошёл до самого моря А Ваньки там нет Но думаю, ладно Перейду на тот берег Пойду ему навстречу Мало ли, где я его по пути проглядеть успел Но обеспокоиться я начал тогда, когда дошёл до того места Где я его из виду-то и потерял Но думаю, не послушался Перешёл всё-таки на тот берег Но и наверху, наверное, меня ждёт И наверху его не было Ну и что прикажете делать? Искать бесполезно Кричать тоже Идти обратно вниз? Не вариант Этот ручей я не просто так ручьём испытаний называю Сил он отнимает немало Оставался третий Призрачный вариант Ванька зачем-то попёрся в лагерь Ну и что мне оставалось сделать? Я тоже пошёл к дому А идти-то ещё прилично Ну и где-то уже перед подъёмом Смотрю, с сопки спускается мужичок с корзинкой Морошки в том году было много Ну, видимо, за ней как раз он на болото-то и пришёл Мы поравнялись Поздоровались Обычный ритуал Ну а потом я этого мужичка и спрашиваю Мол, так и так Напарника моего не видел? Ну и описал его Ну а тот в ответ мне и говорит Как же, говорит, не видел? Видел? Нёсся, говорит, тут он как угорелый Словно гнался за ним кто-то И давно? Спросил я Да уже давно Ответил мужичок И на этом мы разошлись В лагерь я уже шёл не спеша Ну а пока шёл, думал Ох, устрою я тебе головомойку, напарник Ну а когда я вернулся в лагерь То Ванька дрых без задних ног И все мои попытки его разбудить Были безуспешными Он только что-то пытался Мычать мне в ответ И не более Ну а на следующий день Ванька поведал мне Довольно любопытную историю Нет, ну я, конечно, прочитал ему нотацию О том, что так поступать не стоит И тому подобное Куда ж без этого? Но его история была забавной В общем, рыбалка у него Не задалась сразу На бурном течении У него вообще ловить не получалось Потому что это неспокойные Тамбовские речки Ну а на ямах, где поспокойнее Рыбалка вообще пошла наперекосяк То удочка зацепится за деревья То леска за ветки То крючок куда-нибудь всадят Да так что, отрывая, вяжи новый Ну а потом он вообще споткнулся на камне И червей в воду уронил Ну и пошёл он ко мне навстречу Чтобы как минимум взять червей А вместо меня Ему навстречу попался Мужичок С корзинкой под морожку Ну и завязался у них разговор После чего Мужичок возьми да скажи Что, мол, я Пошёл в лагерь Потому что рыбу наловил много И черви у меня закончились Ну а так как Ему всё равно по пути То я и попросил Его эти слова передать В общем, по дороге обратно А Ванька ещё умудрился И поплутать кругов нарезов Хороших и добрых слов В мой адрес У Ваньки не нашлось Ну а когда он наконец-то Дошёл до лагеря И обнаружил, что меня там нет То и сил на изумление И удивление У него не осталось Он просто в чём был В том и вырубился Единственное, что успел сделать Так это заползти в палатку Ну а я Именно в таком состоянии Его и обнаружил В общем Пришли мы к выводу Что мужичок этот Или то, чем он обернулся Нас попросту разыграл Ванька, правда, после этого На этот ручей больше не ходил Однако продолжу Всё, что было до этого Это вовсе не сказка А присказка Сказка впереди Ближе к вечеру того же дня Я собрался на ручей Ванька, соответственно, ни в какую Ну и спрашивает у меня, мол А где тут можно ещё рыбу-то половить? Ну и главное, чтобы недалеко Ну и отправил я его Через сопку На одну небольшую лужу Где я был почти уверен Что рыбы нет Вернее как Я хотел эту лужу разведать Но согласитесь Когда есть новички Почему бы этим не воспользоваться? Ну а перед тем, как отправить Ваньку На эту лужу Я ему, значит, и говорю Ванятка, дорогой Так как это тебе не тамбов А перекрёсток То первонаперво Это надо тебе, друг мой Договориться с духами Ну а как именно Ты будешь договариваться Это решать тебе Главное договорись И всё у тебя будет А, ну теперь всё понятно Сказал Ванька И мы разошлись Ну а спустя какое-то время Я вернулся в лагерь С хорошим, как я на тот момент думал Уловом И что вы думаете Ваньки в лагере не было Помимо Ваньки В лагере отсутствовало пиво В количестве десяти литров А это ровно две пятилитровые баклажки Которые он взял для особого Так сказать, случая Ну и кто ж знал Что этот особый случай Наступит буквально сразу Ну, думаю, всё понятно Приговорил он эти Десять литров пива И спит где-нибудь На берегу озера Благо погода в этот день стояла Ну просто удивительная Ну что делать Пошёл я на эту лужу Его оттуда забирать Не доходя буквально метров двести До этой лужи Наблюдаю картину маслом Ванька сидит на плоском камне Торчащем из воды В позе молящегося монаха И пытается забросить удочку Ну, вы, наверное, не раз видели Как рубят дрова Ну вот примерно так Только стоя на коленях Размахиваясь из-за плеча И с таким полукряхтением Вот именно так Ванька и забрасывал удочку Причём само удилище Ударяло по воде Оставляя брызги И лёгкие волны Ну а сама леска С поплавком и крючком Летела туда Куда прилетит Ну а потом Происходило что-то совсем неописуемое Буквально через несколько секунд Поплавок уходил в воду Ванька дёргал удочку И перебрасывал на берег Хорошую такую рыбину Причём он Не вставая с камня Просто стряхивал её С крючка на берег Мне пришлось даже остановиться Чтобы понаблюдать Такую картину После этого Наверное С десятой или двадцатой попытки Ванька ловил леску с крючком Ронял само удилище в воду Придерживая его коленом И раскачиваясь во все стороны Насаживал червяка Когда у него это наконец-то получалось Он брал удилище И игра в дровосека Повторялась опять И буквально тут же Следовала очередная поклёвка На третьей пойманной рыбе У меня не выдержали нервы И я буквально бегом Помчался к Ваньке Подбегая уже к самому берегу Я увидел Что он буквально весь В радиусе Пять метров туда Пять метров сюда Буквально засыпан рыбой Какая-то рыба Уже просто лежала Какая-то прыгала по берегу Ну а какая-то Сваливалась обратно в воду И вот тут Мой внутренний рыбак Вступил в противоборство С моим внутренним хомяком И хомяк победил Я выточил из-под сумка Целлофановый мешок И начал собирать рыбу Ну а потом меня наконец-то Заметил Ванька О, правильно ты пришел А то ищу Тут у меня такое Ванька развел руки в стороны Удочка упала С шумом ударившись об воду Он ее молча подобрал И говорит А мы тут это Рыбу ловим Ты давай не стой Червяка мне насади Потом я сам Ну а потом рыбу снимешь А то ну видишь мне неудобно Я на него смотрю А он ну просто в дрова И говорю Вань Ты что Десять литров пива приговорил А он на меня смотрит Стеклянными глазами И говорит Почему десять Не десять А наверное Где-то семь А остальное Разлил что ли Говорю я Показывая на пустые баклажки Глаза Ваньки Моментально ожили И он буквально взвопил Я пиво разлил Потом моментально успокоился И продолжил И ничего я не разлил Три литра Они выпили Кто они? Оглядываясь по сторонам Спрашиваю я Ну как кто? Эти духи Ты же сам мне сказал С ними договориться Вот я и договорился Я им пиво Они мне рыбу Только они с непривычки От трех литров попадали А я видишь Огурец Эй ну пьяненький конечно Но чуть-чуть В общем Дальше мы так и рыбачили Я насаживал ему червяков Он забрасывал снасть Нещадно лупив при этом по воде Тут же следовала поклевка Ванька подсекал Перебрасывал рыбу на берег Я снимал рыбу И все продолжалось по новой А потом мы просто устали Я набил рыбы Целый пакет с надписью лента И подсумок битком В общем в лагерь мы все это хозяйство Еле доперли Нет ну Ванька конечно безусловно помогал Но лучше б он этого не делал Ну и конечно же Я приходил на эту лужу неоднократно И с Ванькой И без Ваньки И другие туда тоже приходили Но как вы уже догадались Без особых успехов Пару-тройку мелочевки Это разве рыбалка? Другое дело Ванька Тот как не придет Полный мешок Мы так и назвали эту лужу Лужей Иваныча Лужей Иваныча Лужей Иваныча